Хотел бы привести цитату из выступления генерального секретаря НАТО, господина Вернера, в Брюсселе 17 мая 1990 года. Он тогда сказал, что сам факт, что мы готовы не размещать войска НАТО за пределами территории ФРГ, даёт Советскому Союзу твёрдые гарантии безопасности. Где эти гарантии? Камни и бетонные блоки Берлинской стены давно разошлись на сувениры. Но нельзя забывать, что её падение стало возможным в том числе и благодаря историческому выбору, в том числе нашего народа, народа России, выбору в пользу демократии и свободы, открытости и искреннего партнёрства со всеми членами большой европейской семьи. Сейчас же нам пытаются навязать уже новые разделительные линии стены, пусть виртуальные, но всё-таки разделяющие, разрезающие наш общий континент. Неужели вновь потребуются долгие годы и десятилетия, смена нескольких поколений политиков, чтобы разобрать и демонтировать эти новые стены? Уважаемые дамы и господа, мы однозначно выступаем и за укрепление режима нераспространения. Существующая международно-правовая база позволяет создать технологии по выработке ядерного топлива для использования его в мирных целях. И многие страны с полным на то основанием хотят создавать собственную ядерную энергетику, как основу их энергетической независимости. Но мы также понимаем, что эти технологии могут быть быстро трансформированы в получение оружейных материалов. Это вызывает серьёзное международное напряжение. Яркий тому пример ситуация с иранской ядерной программой. Если международное сообщество не выработает разумного решения этого конфликта интересов, мир и дальше будет потрясать подобные дестабилизирующие кризисы. Потому что пороговых стран больше, чем Иран. И мы с вами об этом знаем. Мы будем постоянно сталкиваться с угрозой распространения оружия массового уничтожения. В прошлом году Россия выступила с инициативой создания многонациональных центров по обогащению урана. Мы открыты к тому, чтобы подобные центры создавались не только в России, но и в других странах, где на легитимной основе существует мирная ядерная энергетика. Государства, желающие развивать атомную энергетику, могли бы гарантированно получать топливо через непосредственное участие в работе этих центров, конечно же, под строгим контролем МАГАТЭ. С российским предложением созвучны и последние инициативы президента Соединённых Штатов Америки Джорджа Буша. Считаю, что Россия и США объективно и в одинаковой степени заинтересованы в ужесточении режимов нераспространения оружия массового уничтожения и средств его доставки. Именно наши страны, являющиеся лидерами по ядерному и ракетному потенциалу, должны стать и лидерами в разработке новых, более жёстких мер в сфере нераспространения. Россия готова к такой работе. Мы ведём консультации с нашими американскими друзьями. В целом, речь должна идти о создании целой системы политических рычагов и экономических стимулов. Стимулов, при которых государства были бы заинтересованы не создавать собственные мощности ядерного топливного цикла, но имели бы возможность развивать атомную энергетику, укрепляя свой энергетический потенциал. В этой связи подробнее остановлюсь на международном энергетическом сотрудничестве. Госпожа федеральный канцлер тоже об этом коротко упомянула, затронула эту тему. В энергетической сфере Россия ориентируется на создание единых для всех рыночных принципов и прозрачных условий. Очевидно, что цена на энергоносители должна определяться рынком, а не являться предметом политических спекуляций, экономического давления или шантажа. Мы открыты для сотрудничества. Зарубежные компании участвуют в наших крупнейших энергетических проектах. По различным оценкам, до 26% добычи нефти в России приходится на иностранный капитал. Попробуйте привести мне пример подобного широкого присутствия российского бизнеса. В ключевых отраслях экономики западных государств нет таких примеров. Таких примеров нет. Напомню также о соотношении инвестиций, поступающих в Россию и идущих из России в другие страны мира. Соотношение примерно 15 к 1. Вот вам зримый пример открытости и стабильности российской экономики. Экономическая безопасность – это сфера, где всем следует придерживаться единых принципов. Мы готовы честно конкурировать. Для этого у российской экономики появляется всё больше возможностей. Такую динамику объективно оценивают эксперты и наши зарубежные партнёры. Так недавно был повышен рейтинг России в ОСР. Из четвёртой группы риска наша страна перешла в третью. И хотел бы, пользуясь случаем здесь, сегодня, в Мюнхене, поблагодарить наших немецких коллег за содействие в принятии вышеназнованного решения. Далее. Как вы знаете, процесс присоединения России к ВТО вышел на финальную стадию. Отмечу, что в ходе долгих, непростых переговоров мы не расслышали слова о свободе торговли, о равных возможностях. Но почему-то исключительно применительно к нашему, к российскому рынку. И ещё одна важная тема, прямо влияющая на глобальную безопасность. Сегодня много говорят о борьбе с бедностью. Что здесь происходит на самом деле? С одной стороны, на программы помощи беднейшим странам выделяются финансовые ресурсы и подчас немаленькие финансовые ресурсы. Но, по-честному, и здесь многие тоже это знают, зачастую под освоение компаниями самих же стран-доноров. Но, в то же время, с другой стороны, в развитых странах сохраняются субсидии в сельском хозяйстве. Ограничивается для других доступ к высоким технологиям. И давайте называть вещи своими именами. Получается, что одной рукой раздаётся благотворительная помощь, а другой не только консервируется экономическая отсталость, а ещё и собирается прибыль. Возникающие социальные напряжения в таких депрессивных регионах неизбежно выливаются в рост радикализма, экстремизма, подпитывает терроризм и локальный конфликт. А если всё это, вдобавок, происходит, скажем, на Ближнем Востоке, в условиях обострённого восприятия внешнего мира как несправедливого, то возникает риск для глобальной дестабилизации. Очевидно, что ведущие страны мира должны видеть эту угрозу и, соответственно, выстраивать более демократическую, справедливую систему экономических отношений в мире. Систему, дающую всем шанс и возможность для развития. Выступая на конференции по безопасности, уважаемые дамы и господа, нельзя обойти молчанием и деятельность Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Как известно, она была создана, чтобы рассматривать все, я подчеркну это, все аспекты безопасности – военно-политические, экономические, гуманитарные, причём в их взаимосвязи. Сегодня что мы видим на практике? Мы видим, что этот баланс явно нарушен. ОБСЕ пытаются превратить в вульгарный инструмент обеспечения внешнеполитических интересов одной или группы стран в отношении других стран. И под эту задачу вскроили и бюрократический аппарат ОБСЕ, который абсолютно никак не связан с государствами и учредителями. Скроили под эту задачу процедуры принятия решений и использования так называемых неправительственных организаций, формально, да, независимых, но целенаправленно финансируемых, а значит, подконтрольных. Согласно основополагающим документам, в гуманитарной сфере ОБСЕ призвано оказывать странам-членам по их просьбе содействие в соблюдении международных норм в области прав человека. Это важная задача, мы её поддерживаем, но вовсе это не означает вмешательство во внутренние дела других стран, тем более не навязывание этим государствам того, как они должны жить и развиваться. Очевидно, что такое вмешательство отнюдь не способствует возреванию подлинно демократических государств и, наоборот, делает их зависимыми и, как следствие, нестабильными в политическом и в экономическом плане. Мы рассчитываем на то, что ОБСЕ будет руководствоваться своими непосредственными задачами и выстраивать отношения с суверенными государствами на основе уважения, доверия.